Давайте начнем с самого тяжелого и самого болезненного. Народ Арцаха сказал еще 35 лет, что так не будет. Мы готовы жить рядом, но не вместе. Эта блокада продолжается уже почти месяц. Виден ли какой-то конец? Вы обязаны жить, как мы считаем нужным. Это свобода Влатова. Но мы же понимаем, что безумие это ненормально. Между Россией, Францией и Америкой не противоположные взгляды. Давайте самые лучшие международные эксперты приедут, просмотрят и дадут свое заключение. Мы уверены, что они будут в восторге от того, что они увидят. Но мы хотели бы, чтобы эти эксперты посмотрели бы рудники в Азербайджане, которые рядом с нами тоже находятся. Я съедал за рот много-много, десятилетия тому, что я никогда не буду работать на государстве. Друзья, всем добрый день. У нас сегодня очень необычный и потрясающий гость. Начнем с того, что человек, который основал Сколково, человек, который был один из тех, кто создавал фондовый рынок. Мы, собственно говоря, как бы вместе создавали этот фондовый рынок в России. Сооснователь большого количества компаний и фондов. Благотворитель. Меценат. Сооснователь, кстати говоря, фонда Аврора. Об этом мы отдельно поговорим. Рубен Варданян. Рубен, что привело вас сюда, в Арцах? Почему из большого бизнеса в маленькую, истерзанную, непризнанную республику, наверное, одно из самых горячих мест сегодня на Южном Кавказе? Что произошло? Почему? Ну, во-первых, я хочу поприветствовать, я очень рад Евгении, эту возможность этого такого общения, хоть и по Zoom. Мы действительно давно другого еще знаем, и, конечно, непривычно от тебя нам выйти, услышать, обращать ко мне. Но, к сожалению, да, действительно много чего меняется. Я стал госчиновником. И хотя мы действительно, наверное, другого больше 30 лет, практически, да, это новая реальность. И для меня тоже новая реальность. Ощущать себя госчиновником, даже не признанной республики, которая, я считаю, в общем, доказала свою жизненную модель существования за последние 35 лет. Смайли попытались ответить на вопрос. Он достаточно философский и серьезный. Когда-то я прочел фразу, которая меня сильно зацепила, и он написал Мадильянин на портете Ахматовой, он сказал, мы приходим в эту жизнь для дарения. От немногих многим, от тех, кто знает и имеет, от тем, кто не знает и не имеет. Вот, ты знаешь, мне кажется, просто наша ответственность людей, которые обладают знаниями, ресурсами, понимать, что есть обыденная ответственность больше, чем у обычного человека, потому что Бог нам дал обленные возможности, обленные, скажем так, расширил наши возможности больше, чем у обычного человека. И вот это просто эти пульс для себя, это не факт, это правильно. Я всю жизнь, в общем-то, это декларировал, говорил и делал. И с 2008 года, когда мы с женой решили, что мы не оставим наше наследство нашим детям, а потратили на благие дела, чтобы делать мир лучше, в общем, мы целенаправленно это делали. И просто Арцарх, я сказал, в самой тяжелой ситуации, я понимал, как армянин, что если не сейчас, то когда ты должен исполнить свой долг перед самим собой, в первую очередь, перед тем, что ты, как человек, который добился в этой жизни чего-то, там, уважения, какого-то там благостояния и так далее, депутации, ну вот сейчас твой народ находится в самой тяжелой ситуации. В самой тяжелой ситуации, а ты можешь со стороны помогать, послать деньги, переживать, сидя за чашечкой кофе в кафе в Париже, там, или где-нибудь в Москве, или там, я не знаю, в Глендале. Но это недостаточно. Я считаю, что ответственность людей, которые умеют и могут, должна быть больше, чем те, кто просто живут по жизни каждый день, обычной жизнью. Рубен, я тогда на ваши слова по поводу Ахматовой отвечу словами Давулатова. Кстати, интересно, в новогоднем поздравлении мне прислал эти слова один мой друг, его, кстати, тоже зовут Рубен, он, в общем, тоже известный, уважаемый армянин, он мне сказал следующее. Одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда. Когда безумие становится более-менее нормальным явлением. Это слова Давулатова. Но мы же понимаем, что безумие – это ненормально. Вот что вы, как государственный чиновник, как человек, который, наверное, решает все эти вопросы и должен решать каждый день эти вопросы, связанных с управлением республикой, все равно это много людей, это сотни тысяч человек, это огромное количество детей, и ответственность. Что вы делаете каждый день? Что вы для этого делаете? Ну, мы действительно живем в безумном мире, когда рушатся основные базовые ценности, рушится весь мир, миропорядок, и идеальный шторм, о котором я говорил, там, последние, там, уже лет, там, семь, наверное, или не больше, то, что мы идем в идеальном, мы находимся в идеальном шторме, меняющем вообще все мироустройство, и пандемия, когда была предтеча последних изменений, которые происходят уже с военными конфликтами, надо оставаться человеком, знаешь, в этой истории, Евгений, самое сложное, каждый день просыпать, должен не потерять ощущение, что такое хорошо, что такое плохо, что такое базовые ценности, что такое справедливость, что такое человеческая жизнь, потому что вот в этих условиях безумия возникает ощущение, что все это не имеет значения, все, оказывается, потеряло смысл, это очень опасно, это очень опасная среда, в которой вдруг теряются базовые опорные точки, это стихотворение, когда Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, очень важно, вот я сейчас, как госчиновник, который приехал из НЕ, да, я много здесь делал, 20 лет я более 20 лет, я помогал Арцаху и делал много программ, и часто здесь был, у меня здесь есть сын, служил в армии, дочка проводила много времени, то есть на самом деле для меня это очень родные места, тем не менее, понятно, что самое основное, которое я сейчас делаю, как один из представителей высшей власти республики, это создание трех вещей, вера в будущее, вера в руководство, вера в справедливость, базовые ценности, вот три вещи, которые должен, как чиновник, водить каждый день и с утра, просто для себя, как на эти, на такой вот матер, что ты должен об этом помнить и делать каждый день, потому что в условиях безумия теряется вера в базовые ценности, базовую справедливость, теряется вера в руководителей во всем мире, потому что лидеры, к сожалению, не имеют большие проблемы, и мы имеем серьезные проблемы с, понимаем, что будет в будущем, люди теряют ощущение веренности в завтрашнем дне, это приводит к обычным большим катаклизмам. Рубен, я вас хотел спросить, вот давайте начнем с самого тяжелого и самого болезненного, то, что вас как бы встретило, вы приехали в Варцах, большие планы, большие задачи, я даже не представляю, как это взять и руководить регионом, но ладно, об этом поговорим отдельно, так вот, Лачинский коридор, экоактивисты, ну, экоактивисты, экологи, вот, начнем со следующего, какова роль этого Лачинского коридора и вообще, что это такое? Ну да, не все наши слушатели знают, что это Лачинский коридор, давайте так, чтобы не вдаваться долго в экскурс ни географический, ни исторический, просто сегодня сложилось это так, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, которая потом стала Нагорно-Карабахской республикой, оказалась отрезана от всего внешнего мира, за исключением одной дороги, которая проходит через Лачинский коридор, эту дорогу контролируют российские миротворцы и 12 декабря так называемые экологические активисты со стороны Азербайджана вместе со скорой помощи, которая выехала с их стороны и имела право проехать, заблокировали дорогу, тем самым лишив возможности какого-либо общения с внешним миром 120 тысяч человек. Так что вот это вот очень, чтобы не вдаваться в много деталей. Ну, это, я так понимаю, единственный коридор, связывающий Арцах с внешним миром. Да, да, все остальное полностью контролируется Азербайджаном, и нету воздушного сообщения, аэропорт тоже закрыт, в этом смысле, да, у нас полная блокада, за исключением Красного Креста и российских миротворцев, по этой дороге сейчас никто не движется, не передвигается, мы иногда имеем возможность вывозить больных, тяжелый, очень самым, тяжелый больных, у нас несколько человек скончалось, потому что мы не могли это делать сразу, но сейчас вот как-то более-менее наладили, хотя бы Красный Крест выполняет функцию, которую обычно в таких каплитых ситуациях они должны выполнять, мы им благодарны за это, хотя это тоже было не очень просто реализовать. Эта блокада продолжается уже почти месяц, без малого месяца, и у меня вопрос, виден ли какой-то конец, что делается для разблокировки, и я же понимаю, что все это проходит по линии международных контактов и так далее, вот могли бы подробнее немножко рассказать, что делается, что предпринимается? В самом деле ситуация тяжелая, потому что она не связана с блокадой, на самом деле вопрос намного глубже намного более резистальной, потому что Азербайджан говорит, что вы наши граждане, вы обязаны починить нашим законам, и вы обязаны жить, как мы считаем нужным. На что народ Арцаха сказал еще 35 лет назад, что так не будет, мы готовы жить рядом, но не вместе, и эта форма, которую, в общем, я считаю, она разумная, она говорит, да, конечно, мы исторически жили бок о бок, и много чего и хорошего, немного плохого было в отношениях между азербайджанцами и армянами, и были смешанные браки, и были радости, и друзья, и горе, все было вместе, и не всегда это была такая неносида, которая сейчас накопилась, но жить в одной системе это невозможно, и в этом смысле, к сожалению, здесь выбор очень простой, который оставили нам наши азербайджанские соседи, у нас есть три пути, как, знаете, как руссконародные сказки, когда стоят богатырь, да, направо пойдешь, меч потеряешь, налево пойдешь, коня потеряешь, прямо подержись, потеряешь, или мы подчиняемся системе, которая предлагает Азербайджан, и это означает очень серьезное изменение жизни, образа жизни, тем более, что потом отдельно поговорим, что в Азербайджане нет демократии, нет прав человека, экологов нету, я хотел бы, чтобы просто те, кто не знает, что вы экологические активисты, я хотел бы посмотреть, как они будут защитять нефтяные и химические заводы в Азербайджане, которые давно там очень много чего испортили в экологии, но, то есть, ты подчиняешься, второй вариант, ты уходишь из страны, ты покидаешь места, где я просто вот езжу под деревня, знаешь, там, кладбище, там, 1500 года, огромный, 1400, там, монастыри, что было понятно, у нас там есть монастыр, у нас вот в Арцахе монастырь, в котором Местроп Маштут, основатель армянского алфавита, проводил первые свои занятия со своими учениками и учил их писать армянским буквами до 5 век, да, вот эти все меня, ты оставляешь, уходишь и теряешь свою, вот, твои корни, и ты, военно, ты борешься, и говоришь, я не готов, я готов, я пойму, на какие я иду, риски, но я буду, вот, бороться до последнего, на то, чтобы сохранить право жить на своей земле, понять право и принимать решения и жить по тем правилам, по тем центрам, которые я считаю, правильно, поэтому здесь вопрос не в блокаде, вопрос блокады, откроются блокады, не откроются блокады, вопрос более серьезный, готовы ли понять Азербайджан и принять руководство, в первую очередь, я говорю, за страны, они даже, потому что обычные люди, в этом смысле, у них это такая абстрактная проблема, потому что всегда на этой земле жило подавляющее, большинство, чтобы было понятно, подавляющее большинство армян, чтобы было понятно нашим слушателям, даже к 89-му году, хотя, несмотря на все действия со стороны Азербайджанского СССР, проживало больше 85% армян на территории Нагорно-Карабахстанной области, поэтому всегда здесь жили армяне, и да, в Шуше, после резни 20-го года, который очень красиво, очень трагически описал Осип Мандельштамп, который приехал как раз и видел, как вырезали всех армян в Шуше, и после написал у него серию стихотворения, очень красиво, да, там было больше Азербайджанцев, но тем не менее, все вместе, все равно это было до подавляющей большинства, поэтому армян, поэтому для Азербайджанцев это не их земля, это не их территория, и в этом смысле им погибать за это не бессмысленно, а вот руководство республики действительно осознанно проводит такую политику, вы должны стать частью нашей системы, и все, и в этом смысле блокада это просто часть той статеги, которую они проводят уже последние два года после завершения войны 9 ноября, 20-го года, 44-дневный. У меня такой довольно наивный вопрос, а не является ли эта блокада в определенном смысле некой политической игрой, то есть разменная карта по поводу Зангизурского прохода, это тоже очень интересная вещь, мы будем давить здесь, а вы решите вопрос по Зангизуру, и второй сразу вопрос вытекающий, мы же бизнесмены, мы привыкли всегда мыслить позитивно, то есть если кто-то что-то хочет, не потому что он, скажем так, странный человек, назовем так, а потому что он решает какую-то задачу, может быть это просто способ давления, чтобы решить задачу Зангизуры, это с одной стороны, а с другой стороны способ давления или провокация против российских миротворцев, вот что из этого? Я думаю, это сложный набор всего, чем отличается политика от бизнеса, все-таки в бизнесе все немножко проще, я хочу сказать честно, Евгений, что для меня было тоже важным таким уроком, который я для себя усвоил, что в политике все намного многослойнее, в бизнесе, да, тоже бывают сложные переговоры, бывают сложно многоходовки, но в конечном итоге, конечная цель понятна, там заработаешь больше не заработаешь, да, смотрите, у Алиева, который хорошо образован, который пришел, в общем-то, с носителя российской культуры, несколько очень серьезных выборов, первое, он со своим вместе отцом и женою управляет страной там уже с 94-го года, то есть практически 28 лет, одна семья управляет страной, достаточно непростой страной, страна, которая имеет достаточно много внутри, очень много проблем, и, конечно, ему очень важно иметь внешнего врага, потому что внешний враг объединяет, поэтому армянофобия частично это как механизм для того, чтобы создать внутри единение и сплоченность. Вторая проблема у него это Турция, понятно, что Турция не просто так помогла ему в 44-желемной войне, понятно, что Турция достаточно большие имеют запросы на, в том числе, создание такого, опять, большого Турана, великого Турана, в том числе, до уйгуров, до китайцев доходят, и там и Россия, там Татарстан, и Баскортостан, и Среднеазиатские республики, и Центральная Азия. И в этом смысле у него непростая, потому что генеральный штаб турки контролирует, военные, практически полностью под контролем турецких военных. Третье, понятно, что есть Иран, где проживают вот 30 миллионов азербайджанцев, которые достаточно отличаются от Азербайджана, потому что они восстановят свои шииты. И тут сейчас очень интересная конфликтная ситуация. Понятно, что Израиль, Турция, Азербайджан, Англия пытаются достаточно жестко решить вопрос с Ираном, и в этой ситуации возникает амбиция у Али, в том числе во поводу южного, то есть северного Азербайджана и западного Азербайджана. То есть у него возникли в том числе достаточно интересные геополитические амбиции, которые выросли после войны, что он уже решил, что мало сегодняшнего Азербайджана прошить на запад. То есть это все Армению, в том числе Ереван и все остальные территории Армении, даже это часть Азербайджана. И северный Иран тоже это часть Азербайджана. В этом смысле такая экспансия глобальная. Я думаю, по поводу Зангизурского коридора, по поводу каких-то там вот этих разных разменов, это все-таки небольшая часть игры, большой игры. Большая игра, которая Алиева очень важно сохранить власть, сохранить власть как можно дольше и устойчиво. И, к сожалению, они поймают, что жить это маятник, и в этом маятнике лучше всегда договариваться как можно быстрее и разумно, а не пытаться использовать момент своего превосходства для максимального выдавливания все, что можно, нельзя, потому что потом ты получаешь всегда в обратно то, что делаешь. Эта история доказывает там тысячу раз уже всем. Поэтому в этом смысле сложная ситуация не только загижутский коридор, загижутский коридор это небольшая часть большой игры, которая идет в регионе, которая очень сейчас взрывоопасно на этой ситуации. Руберна, вот твое право, действительно складываются совершенно новые геополитические расклады с одной стороны Азербайджан, Турция, Израиль, и с другой стороны мы видим Иран, то есть вообще мир очень серьезно меняется сейчас, но есть и другая часть этого мира, и вот в частности Евросоюз сейчас стал очень серьезным посредником, как раз, ну мы это видим на глазах, становится посредником в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном, вот это возможная для Армении смена стратегического партнера, вот что это такое, вообще какова будет роль, и насколько роль Евросоюза здесь будет расти или не будет расти, как вы думаете? Постоянная игра, которая происходит в мире, это большая игра и хорошая книга, там 200 лет борьбы между Англией и Россией за Иран, за Индию, за Афганистан, тот же, на котором на самом деле очень много чего происходило и происходит. Смотрите, Евгений, Армения это единственная страна, которая является одновременно членом Евросоюзского союза полноценным и ассоциативным членом Европейского союза, здесь на самом деле Армения оставалась всегда в серии влияния России, и в этом смысле все понятно, что было и российские войска, экономические, политические, и все, Россия имела огромное влияние на Армению, но при этом Армения при этом имела возможность, как когда-то Финляндия в Европейском сообществе общаться с Советским Союзом и иметь возможность зарабатывать на этом какие-то бенефиты. в этом смысле в этом смысле в Армении такой вот сбалансированный подход, мне кажется, был правильным, не все всегда удавалось, и в этом смысле сейчас там много вопросов. Я не думаю, что Европейский союз удастся переводить повестку, я не думаю, что Европейский союз удастся что-то, что устроило бы Армению, в том случае это я должен решать руководство Армении, которое сейчас находится в непростой ситуации, в том числе военной сфере и им надо определяться с своими статистическими такими статистическими решениями. Я думаю, что Россия играла и будет играть большую роль в Армении и этот процесс не так просто остановить будет Европейскому союзу или кому-то еще. Рубен, вот известно, что огромная армянская, очень уважаемая армянская диаспора во Франции, известна огромная уважаемая армянская диаспора в Америке. Могут ли они как-то помочь в данной ситуации, помогают ли они, особо мне интересна роль Франции, действительно может ли она внести какую-то особую лепту в разрешение конфликта, или это скорее красивые слова, а политика гораздо циничнее. Мне понравилось, Евгений, что вы назвали две очень уважаемые диаспоры во Франции и в Америке, но надо сказать, что самая большая диаспора находится в России. И 2,5 миллиона армян проживают как минимум в России. И в общем, я надеюсь, что уважаемые армяне в России тоже слышат наши разговоры, они есть. И я им хочу дать большой привет и сказать, что, конечно, и Франция, и Америка, и Россия, где проживают, армяне проживают уже столетиями. Например, в России, в Ростовской области, на Хичевань, 300 лет, это, в общем, и Екатерина, это еще. Это, в общем, армяне были интегрированы в российскую, например, реальность столетиями. И во Франции, и в Америке они тоже, достаточно сказать, очень хорошо интегрированы, такие, как и в 105 других странах, где проживают армяне. Вообще, можно сказать, армяне, это очень такая сетевая нация, в этом смысле. Это удивительный феномен, где ты имеешь одновременно и государство, и сеть. С другой стороны, влияние, конечно, и меняется в этой жизни. Много что происходит в хорошем и плохом в 21 веке. И геополитика изменилась, и возможно, влиять на некоторые вещи изменилось, и наши соседи, в том числе, заработали достаточно большое количество денег на нефть и газы, стали покупать многие услуги, покупать многие сервисы у профессионалов, в этом смысле, стали более активно работать. Такой сложный идет процесс, сложная работа. Я думаю, что везде есть желание, я должен сказать, что в этом смысле здесь не потому, что диаспора, но совпадает, я должен сказать, наверное, это единственная тема, где между Россией, Францией и Америкой не противоположные взгляды, они могут отличаться по нюансам, но по большому счету здесь как раз интересы и взгляды того, как должно быть решение быть найдено, чтобы и Армения, и Арцах сохранились бы, и Арцах как место проживания армян было бы сохранено, защищено и быть безопасным. Здесь интересы совпадают, поэтому в этом смысле надо сказать, что и геополитически очень интересный расклад, что, наверное, это единственный сейчас вопрос, которым между Россией, Америкой и Францией нет такого диаметра взгляда. Ой, дай-то Бог, чтобы еще было побольше. Рубен, поговорим о вещах, которые нам с вами гораздо более близки, об экономике. Ну, экономика Арцаха сегодня это 700 миллионов долларов ВВП, это очень немного, 150 тысяч населения, при этом очень много продукции экспортировалось сельскохозяйственно, сейчас плодородные районы, они под контролем Азербайджана. Виноделие, тоже регионы довольно серьезные по виноделии перешли под контроль Азербайджана. Как вы планируете выруливать экономику и вообще, что вы думаете об этом? В конце концов, вы же министр, ну, наверное, должны заниматься экономикой прежде всего. Ну, да, в общем, я приходил как госминистр на как раз социально-экономические вопросы, просто сейчас блокада поменяла всю картингу, всю повестку сегодняшнего дня. Ну, в блокаде вообще ситуация другая, надо понимать, что кроме там нехватки продовольствия, медикаментов, топлива, у нас просто остановились большинство отраслей стоят, и поэтому в этом смысле действительно тяжелая значительная экономическая ситуация дали, в общем, кризиса 30 дней, это просто понарастающие изменения экономической ситуации, которые будут и вытечены на таких радикальных шагов, в том, что там и внедрение карточной системы продовольственных карточек, там, другие вещи, которые, ну, будут неизбежны в этой ситуации. Ну, смотрите, есть две хорошие новости для нас. Во-первых, мир сейчас все ходит, больше идет информационный бизнес и креативный бизнес, который не требуется, большие заводы, большие фабрики, требуются умные люди. В этом смысле в армян всегда было очень большое количество креативных, умных людей, которые в этом смысле способны создавать. Да, да, да. Второе, что пандемия привела к тому, что мы, мы с вами сейчас интервью делаем через Zoom, раньше бы такую встречу было, когда нет, что вы должны придеть лично, обедно доехать, взять интервью, а сейчас это возможно через Zoom и, в общем, людям и обучение, и работа стала возможной через общение, через технологии новые. Третье, у нас уже, в общем-то, это надо сказать, что, в общем, мы об этом не очень много рассказываем, но в Армении уже есть несколько единорогов, достаточно серьезно развиты, айти секторы, в отличие от наших соседей. У нас просто есть компании, которые стоят несколько миллиардов долларов, и они реально созданы ребятами, которые выжатся из Армении и в Америке, и в России. Ну, в общем, большое количество армян, тот же Тигран Худавердиан, который возглавляет Яндекс, он родился, вырос в Армении, там, наиболее был там известный, там, да, но на самом деле огромное количество ребят, два, Гейкбрэйн, там, и Гейкбрэйн, и многие другие компании были созданы в России армянами, которые идут в технологическом секторе. В этом смысле многие из них работают из Карабаха, в том числе. Поэтому я видел большую возможность для того, чтобы технологический сектор развивать даже в условиях такого вот непростого географического пространства, в котором мы находимся. Второе, все-таки сельское хозяйство уникальное в Карабахе, Арцахе, в военном смысле, Арцах, одно из немногих мест в мире, я когда-то общался с геологом, где не было ледникового периода, где не было, то есть не было, и земля осталась совершенно другое, и поэтому уникальная зелень, уникальные вкусовые ощущения от продуктов, питания, и ты, если ты понимаешь, сразу приезжаешь, что здесь есть большая возможность нишевого, конечно, не массового продукта, но какого-то очень высокоэкологического продукта, который мог бы быть действительно очень востребован в сегодняшнем безумном мире, где все на разных гормонах. У Арцаха, конечно, вызовы очень большие, большие вызовы, связанные с инфраструктурой, с энергетикой, и совсем другие вопросы, решаем вопросы, здесь вопрос безопасности, более важный вопрос, потому что еще Арцахцы всегда отличались большим трудолюбием, очень большим, много успешных людей вышло из Карабаха, еще люди не осознают, например, но вот большинство известных армян выходцы из Карабаха, это и маршалы, и Бабаджанян Маграмян, и академики, Николопов, которые сегодня там, и многие-многие, огромное количество ребят, которые вышли там из Арцаха, люди, которые стали потом известнейшими академиками, генералами, бизнесменами, в этом смысле Арцах точно талантами не обделен. Хорошо, горы, горы это рудники, рудники, что это, золото, медь, какое значение не имеют ли экономики Арцаха, ну, раз пришли экологи разбираться, я так понимаю, что они пришли разбираться с какими-то рудниками, вот могли бы здесь поподробнее рассказать, я имею в виду не про экологию, понятное дело, а про реальное значение рудников. Знаете, у нас вот есть великие, как я говорю, армяне известные, у нас в Карабахе, в Арцахе проживает последние 15 лет министр геологии Советского Союза, Габрилиан Григорий Аркадьевич, он очень известный человек, как академик, он был последним министром геологии Советского Союза, и открыл огромный количество месторождений по всему миру, он считает, что в Арцах одно из самых уникальных мест по своим природным ресурсам, там здесь нет нефти и газа, то есть фантастический камень, например, мрамор, весняк, есть совершенно много других природных ископаемых, которые очень надо грамотно и разумно подходить, чтобы не нарушить ту красоту, которая здесь царит, но действительно здесь есть золото и медь и другие природные богатства, которые надо очень бережно и разумно подходя к природе иметь возможность добывать, в том числе я должен сказать, что вот тот рудник, который вызвал такое большое количество вопросов, мы же сразу сказали, пожалуйста, давайте в самые лучшие международные эксперты приедут и посмотрят и дадут свое заключение, мы уверены, что они будут в восторге того, что они увидят, мы готовы, что эти эксперты приехали бы, пожалуйста, но мы хотели бы, что эти эксперты посмотрели бы рудники в Азербайджане, которые рядом с нами тоже находятся, потому что я думаю, что у них будет сильное удивление разным стандартам, которые существуют здесь и там, но в любом случае, мне кажется, она очень важна, экология, регионная, очень важная вещь, поэтому мы сказали бы, готовы, к этому, выживание Азербайджана не готовы, к этому оказался, международным экспертам, они оказались не готовы с абсолютно принимать их, не знаю, что это не может быть, потому что госслужащие Азербайджана должны принимать, но в любом случае, природные ресурсы богаты, Карабах очень богат своими природными ресурсами, в этом смысле, это тоже одна из тем, достаточно грамотного, разумного отношения к тому, чтобы государство должно очень разумно, было с балансированной политикой между не уничтожить ту природу, ту государство, которая есть в Арцахе и с другой стороны, иметь возможность иметь достаточно устойчивый доход. Рубен, вот мы с вами все время говорили, дайте условия для бизнеса, ну, все время вы же понимаете, любой бизнесмен всегда говорит, ребята, вот чиновники, отойдите в сторону, не мешайте бизнесу работать, дайте максимально комфортные условия и посмотрите, что будет. Вы теперь госчиновник, а вот как вы будете давать максимально комфортные условия для бизнеса? Хороший вопрос, я должен сказать, конечно, одна из проблем, которую я знал, сейчас еще больше убедился, что мир, когда он разделился на очень много функционалов, ты маркетолог, ты финансист, ты бизнесмен, ты политик, ты силовик, то у людей возникло туннельное мышление, возникает туннельное мышление, ты совершенно теряешь способность, очень важно, комплексно видеть всю картинку. Ты смотришь на картинку только с точки зрения того, как вот той позиции, где ты находишься. Ты как госчиновник, ты раду видишь, вот смотрите, вот здесь да, а вот здесь бизнесмены, например, на самом деле не обеспечивают то, что не нужны, социально справедливость. А здесь бизнесмены вот пытаются действительно воспользоваться лазейками и получить больше преференций или какие-то. А здесь наоборот, государство полностью монополизировало, потому что так удобнее, не дает людям здесь нормально работать. В этом смысле одна из важных вещей, вот мы сейчас берем в блокаду, любые ограничения, которые мы вводим, мы вводим, обсуждаем с бизнесменом. То есть мы собрали всех рестораторов, скажем, да, еще одна такая ситуация. Мало еды, давайте обсуждать, какое количество, а когда, какое количество максимально может людей одновременно приходить в залы, чтобы много еды не уходило. Когда большая компания, обычно еды больше заказывается, чем надо, и это все выбрасывается и так далее, и так далее. Культуры того, что там, каждый гол по одному блюду нету, да? Такие обсуждения, решения, что ты решаешь вопросы не как ты считаешь правильно, не как ты считаешь, нужно, потому что ты так знаешь лучше, чем они, а ты это делаешь вместе, очень помогает. Потому что ограничение по количеству продаваемых продуктов в одни руки, или запуск, не запуск, какие-то производства и так далее. Какие-то там есть вещи, связанные с себестоимость продукции, как ты считаешь, что это помогает безопасности страны, значит, готов ты это субсидировать, как ты делаешь так, чтобы была конкуренция, прозрачность, правил. Мне кажется, это очень важен диалог, который я пытаюсь обязательно наладить, и вот ощущение людей, что да, могут быть решения между плохими и очень плохими решениями, но главное, должно быть честным, отношение ко всем, и второе, оно должно быть именно проговорено, что такое по имени решение, даже если ты лучше знаешь, чем они, что надо делать. и в этом смысле создать просто бизнес, сказать, что хотите делать не получится, потому что действительно есть объективные, я могу сказать, тоже очень видишь социальная несправедливость, и вообще вот это расслоение разрыва между теми, кто не просто зарабатывает денег, проблема же в том, что ты здесь много здесь бизнеса, где ты создаешь рабочие места, делаешь добавочную стоимость, прибыль, но есть еще проблема, что есть многие, которые просто так посредники, зарабатывают деньги на том, что на неправильной информации или искаженной информации есть люди, которые заработали на госконтракт, и люди, которые получили госкредиты и не вернули. Накоплен очень большой уровень дискомфорта, связанного с несправедливостью того, что люди обогатились не за счет своих там качеств, умений работать и реально там тяжелым усилием многолетнего, просто потому что они оказались в правильном месте в правильном моменте еще оказались шустрыми, ну в общем, что вызывает у людей ощущение резкой несправедливости, и это правильное ощущение. Поэтому надо находить бизнес разный, ты тоже что-то знаешь, разный бизнес. Это точно. Рубен, ну вот смотрите, вы с одной стороны с отличием окончили Московский университет, кстати, золотой медаль и школы, между прочим, у меня все ходы записаны, вот, учились в Гарварде, в Стэнфорде, основали бизнес, причем, что самое важное, основали своими лапами, великолепная команда, я считаю, лучшая, которая была в России, и создали из воздуха потрясающую вещь. Действительно, это на моих глазах, и я потрясен был. Это было здорово. Помогает ли это сейчас в управлении регионом, помогает ли это в управлении республикой, и вообще, вот, для меня всегда это очень интересное ощущение, бизнесмен, но во власти. Вот как это? Ну, обо мне там все знаешь, Евгений, поэтому, я же всегда был немножко необычным бизнесменом, я всегда еще и бизнес занимался тем, что строил, там, и фондовый рынок, там, биржи, вот мы там создавали, там, я много тратил время на создание фрастуры, там, там проект бизнес-школы Сколково, или там проект, например, Суперзет Сухой, я был первые пять лет представителем сайтеров этого проекта, который Михаил Багасян делал, я там делал большое количество разных проектов, в том числе, не связанных с бизнесом, а связанных с тем, что создать инфраструктуру или среду в России и в мире. Я был членом и до сих пор чем я борода в немский был бизнес-школ, и в этом смысле помогало образование не только в России, но и в мире, да, и в Армении. Поэтому для меня тут немножко может быть полезнее, чем обычный бизнес-школ, потому что я не только нанимался всеми зарабатыванием денег, я тем более последние 20 лет очень активно еще нанимался благотворительностью, общественной деятельностью, что помогает и пример тройки диалог, и пример бизнес-школы Сколковой, и пример там Сухой Субюджет, или пример там другие примеры там школы в Дирижане, премии Авроры, что невозможное возможно, что когда мне говорят что это невозможно, говорю, я согласен, что может быть это не получится, мы даже попробуем, мы хотя бы попробуем, помните, был фильм, книга на мне, пройдая на низ дом кукушки, я хотел попробовать, я хотел попробовать, мне не страшно попробовать, не страшно, не боишься вот этого страха, а вдруг не получится. Рубен, а вот несколько слов еще про премию Авроры, я когда читал, был потрясен, цель премии, я вот зачитываю, просто у меня здесь, создать, воздать должное отважным людям, организациям, которые посвятили себя делу сохранения человеческих жизней и продвижения идеи гуманизма, а вот вы являетесь одним из трех сооснователей вот этой самой премии, вместе с еще очень уважаемыми двумя людьми, один из которых, к сожалению, недавно умер. Вы будете продолжать эту деятельность Аврора и как это вообще, можно ли сочетать госуправление и вот эту деятельность, насколько это легко, просто? Я должен сказать, что это очень для меня важный проект, это очень личный проект, я, можно сказать, когда мы его, я, в общем, инициатор этого проекта и мне это историю, там, в 14-м году, когда мы поняли, что вот это правильно делать с Набаром Афианом и вот Вархан Григоряном, который, когда он ушел из жизни, о том, что нам это надо делать, ведь история, личная история Рубена Варданяна, который, дедушка, которого попал в приют после резни, и попал он в приют, потому что его спас турок, который вывез на арбе, в поддоне арбы и его, и его сестру, и слепого брата, самых маленьких, из тех, кто могли поместиться там, и он вырос в американском приюте, который был открыт американскими миссионерами, и стал потом профессором, известным человеком, отец стал потом профессором, архитектором, и я только понимал, что я не могу найти потомков тех, кто когда-то спас, я даже не знаю их фамилии, кто спас моего деда, но если бы они не спасли, меня не было бы, и вся идея премии Аврора о том, что найти сегодняшних героев, которые сегодня точно так же спасают других людей в мире, в котором очень много насилия, очень много несправедливости, очень много жестокости, и воздать им благодарность от тех, от имени тех, кто когда-то помог моему деду сказать спасибо, я сейчас стал успешным бизнесменом, оказалась очень внекая справа идея, и то, что она вот премия нетипична, мы ожидаем премию человеку, который получает эту премию, и 90% этой премии, то есть из миллиона долларов, 900 тысяч, или миллион, это зависит от них, в несколько летах, отдают обратно на организацию, которые вывести, его уже сподвигнули на эти действия, то есть это благодарность действий и такое продолжение этой премии в будущее, мы сейчас за 8 лет в 23 странах помогли 2,5 миллиона человек, и эта премия как раз работает не только благодарность за прошлое, но и на будущее, и вторая, она очень помогла, то, что она дала возможность видеть людей, которые сохраняют свои человеческие качества, это самое тяжелое условия, знаете, доктору Том Катена, который у нас глава всех финалистов, он доктор 1 на 750 тысяч, человек 8 лет, человек 1 доктор на 750 тысяч, и он с тремя медсестрами делал операции, и спасает людей, почему он христианин, католик, они там мусульмане, не имеет значения, когда ты видишь, это все горе, когда видишь эти всех страшные истории, ты тоже поймаешь, когда у нас лаурят, мама с дочкой, мужа убили, она провожала деятельность, дочку сейчас убили, она вторую, она, другую дочку, сохраняет, вы должны помогать этим людям, и вы, если ты понимаешь такую смелость, такую внутреннюю силу, что ты, конечно, понимаешь, что, в общем, это дает тебе опорную базу для того, чтобы двигаться вперед, и понимаешь, что ты должен делать то же, все, что можешь от тебя, для того, чтобы сделать мир лучше. В этом смысле, в том числе, Аврора много сделал проектов в Арцахе после второй войны Карабахской, и для людей, и это очень важная связка, поэтому я не имею права формально, как госчиновник, быть в Сайде Дорог, я вышел из логически более 50 организаций, где я был, в Сайде Дорог, международных, российских, армянских, но как основатель я остаюсь, и, конечно, я всячески выделил, чтобы эта премия жила, потому что это действительно уникальная премия, она сейчас стала третьей в мире, за 8 лет, в общем, это очень большой успех, мы стали в гуманитарном пространство мировом, третья премия, которая по узнаваемости, по значимости признана в среде других гуманитарных организаций, это большой, большой датчик, я очень говорю. Да, это действительно, это сравнимо с праведниками мира, это потрясающая вещь. А вообще много жителей уехало после 20-го года, насколько изменилось вот этот состав населения, что там с этим происходит? Я поражен этим людям, я поражен людям, живущим в Арцахе, это фантастика, потому что люди, живущие в Арцахе, конечно, очень стойкие, я вот смотрю на них и гадрес гордости и уважения по отношению к ним, потому что после тяжелой войны и 150 тысяч человек, 120 тысяч осталось, да, то есть уехало в основном переселенцы, которые потеряли, вы знаете, что кроме Шуши и Гадрутский район, где армянная была захвачена ваджанцами, и оттуда переселенцы покинули, и часть из них уехала в Армению, около 20-25 тысяч сейчас живут в Армении, переселенцы, которые потеряли вот свою территорию в этом районе и в несколько других местах. А так в основном люди остались. И более того, сейчас вот блокаду, мы с ними общаемся, они поразительные люди, они говорят, что мы еще худше время на видели, мы это выдержим. И я должен сказать, что в этом смысле стойкость у них фантастическое. 30 тысяч детей здесь, Евгений, 30 тысяч детей, которые рождаются, огромное, конечно, многодетных семей, и фантастические дети, которые учатся, которые ходят в школу, в университеты, которые реально, несмотря ни на что, продолжают здесь жить и радоваться жизни. И в этом смысле вот эта стойкость и привязанность корнями к своей земле, конечно, сильная сила. И даже, несмотря на очень тяжелые условия, конечно, здесь люди обладают какой-то невидимой энергетикой, удивительной. А что еще сделается для безопасности людей? Вот можно что-то еще сделать? Вообще есть какие-то возможности? Есть несколько вопросов очень важных связанных с безопасностью. Первый, конечно, мандат российских миротворцев должен быть и расширен, и усилен, потому что 2 тысячи человек с легким оружием они могут обеспечить безопасность, которую рассчитывают армянское население. И в этом смысле, конечно, и мандат и по сроку должен быть продлен и по количеству людей, и по возможности приемения домской силы, и все остальное должен быть четко очень изменен. Было бы желательно, чтобы все это получило еще и международное одобрение, а, первое, ООН. Вообще было бы это правильнее всего для всех. Выразилось сохранить ситуацию какую-то еще на какое-то время замороженное. Второй важный коридор. Конечно, нам надо создавать все возможности давления на Азербайджан, что невозможно. Вот так взял, он перекрыл, и люди там, жить без воды. В принципе, они могут нам перекрыть и свет, и газ, и воду. Это просто они сделали газ, на несколько дней перекрыли, показали, что могут, потом включили. А так, в общем, у нас риски есть очень большие, для того, что не будет ни света, ни газа, ни связи. В этом смысле воздушный такой коридор, как был в Западном Берлине, там, или как был на Острове Свободы, Кубы. Надо такое делать обязательно, потому что, в этом смысле, создание такого независимого, от Азербайджана, механизма доставки грузов, отчего. А удастся об этом добавиться? Ну, это сложно, брат, но надо делать, и мы делаем все. Третье, конечно, ну, мы все приказы отдаем себе отчет, что, в общем, сейчас это такая крепость, где каждый, знаете, вот я был в знаменитой крепости в Израиле, которая... Масада. Символ Израиля, символ сопротивления, символ не принятия того, что ты должен стать частью кого-то. И, в общем, Арцах сейчас такая большая крепость от 20 тысяч человек, которые все от малого до великого будут защищать свою родину. И в этом смысле это уже не будет война военных, это будет гражданская отечественная война, когда будут все граждане, и женщины, и дети, и за реки защищать свою. Если, не дай бог, будет принято решение военным путем решить эту правую страну Азербайджана, то здесь уже будет другое сопротивление. И в этом смысле это тоже очень важно понимать, что весь народ объединившись, мы вместе будем защищать свою родину. и это тоже важный процесс, который идет внутри Арцаха. А присутствуют ли в Арцахе какие-то гуманитарные миссии, насколько они помогают, вообще есть ли возможность, ничего? Нанимаем только Красный Крест, не смотря, что были решения о том, какие другие разные еще, но есть Халат Раст, который занимается разминированием, еще несколько организаций, армянских несколько, но сейчас это все достаточно ограничено в точке системы Дубовского и всего остального. Рубен, я задам вопрос, наверное, такой неожиданный. Вот вы человек бизнеса, который привыкли к бизнесу, всего чего угодно, но только до этого не политики, который привык ежеминутно, ежедневно принимать важные решения, отвечать за эти решения. Расскажите, пожалуйста, о вашем самом сложном непростом решении за последние 10 лет, хотя бы коротко. Самое непростое решение было переезжать, не переезжать в Арцах и принимать эту ответственность на себя. Это, наверное, самое тяжелое, потому что я понимал, что я принимаю это решение, я влияние только на собственную жизнь, на жизнь моей семьи, я беру на себя огромную ответственность перед людьми, которые, в общем, будут доверять мне и готовы идти за мной. В этом смысле, самое тяжелое, самое серьезное решение, которое я принимал в последние 10 лет. А самое простое? Самое простое, дальше уже был проще, дальше уже, как только я это решение принял, дальше, любое другое действие, я был готов там стать. Я могу сказать, раскрыть секрет, я был очень успешным, я подписал золотую медаль, я был членом Компартии, там все в университете таким активным, но я всем сказал, что я никогда в жизни не буду работать на государство, я себе дал дорог, много-много, десятилетия там, что я никогда не буду работать на государство. Но как только я принял решение, что я, понимая все риски, все тяжелось, готов переехать в Арцах и стать просто обычным гражданином Арцахом, и приехав в Арцах, я получил предложение от президента, в общем, это было такое достаточно неожиданное предложение моментально, оно прозвучало, мы, наверное, тысячи лет, и, в общем, он эмоционально отреагировал, когда я ему сказал, что я переезжаю в Арцах, для него это было очень важно, психологически, потому что человек такого масштабного готов переехать в Арцах, для него это было важно, и я рад, что я сыграл от плана, но дальше принятие решения да или нет, готов ли я там, например, возглавить проект, сказал да, моментально, потому что тут уже нет выбора, или ты полностью на сто процентов, или ты не делаешь того, что говоришь. Шнур-Калютен, дорогой Рубен, я желаю вам удачи, успехов, силы, здоровья, потому что в вашей работе сейчас, наверное, это основное, сила и здоровье внутреннее, ну и удача. Я хочу тоже сказать слова благодарности, Евгений, за эту передачу, я очень рад был общению, большой поклон, земной, всем людям, которые переживают за меня, за Арцак, за вообще мир, и я уверен, что моя всю сложность того, что происходит в мире, добро всегда убеждает Бог, как хорошие, русские добрые сказки. удачи, спасибо. Всего самого доброго. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова